Суббота, и Саша едет доить коровку. Да, и Ларисе берет тоже с Сережей, и соседи люди берут. Короче, сейчас подоет корову и привезет. А у нас погода плохая. Сегодня нашей дочуночке Сашуничке день рождения, 19 ноября. Вчера был снег, точно так, как она родилась, когда забрали ее с роддома. А сегодня уже дождь идет, но это такое дело. А вы посмотрите, вот на этом, почему так, как рисунки, да? Так, ладно, Санька поехал, а я закрываю, чтобы он не вылазил, а потом приедет. Пока! Удачных удоев тебе! Вот так. Потом, может было бы и не закрывать, конечно, я еще бачу. А зачем? Я ж тут. Хотя могут и... Что мне делать? Не буду еще тут стоять ждать. Ладно, пошла я. А то, пока мы сгоду, как... Секатор забрали у мамы. Она ее за двором оставила, пока вернулась уже нема. Кто-то шел, просто взял. Вот это тут тоже негодящее дело. А что это вот тут у нас валяется? Это не по-хозяйски. Вода прямо стоит, ребят. А что же это такое, посмотрите. Ветер сорвал розочка, розочка такая хорошая начала приниматься. Вот это, смотрите, какая хорошая. Так. Это не годится. Вот так. Закрываем. Боже, боже, стоит вода. Это ж погано. Это ж лилии могут повигнивать. Это же надо сховывать куди. Это же у нас экстренно было. Видите, как тут у нас все стоит. Мама поставила сюда экстренно. Ну, теперь надо ховать уже. Так. Ну, сегодня мама. Я вам рассказывала, че не. Учудила. Мокрая такая захода вся. Удилася. И цветов наломала. Я хочу поздравить. Кажу, мам, спасибо большое. Зачем ты мочилась? А вот такой дождь проливной был. Она хотела первым поздравить меня с рождением Дони. Так, сейчас, секундочку, свет включу. У нас сегодня свет есть, ребяточки. Ночью будет свет. Просто замечательно. Буду собирать. Вот, видите, у меня вот коржи здесь сохнут. Буду собирать тортик Сашуни на день рождения. Это я свечи разделала. Так, короче, готовлю сейчас завтрак. Вода стоит, потому что на всякий случай вдруг не будет воды. Готовлю завтрак, а потом уже будем крутиться то, что каждый будет делать. День рождения у Сашуни, у нее гости там. А у нас? Ну, вечерком, может ли она с работы придет, чай попью. Только так. Сергеевна, посуду моя прямо в драке. Позавтракали. Ну, Саня сегодня посуду не ставал мыть, потому что пошел заниматься ремонтом машины. Не повезло, дождь будет в гараже горбатить. Ну, ничего, все равно сэкономит 600-700 гривен. Он ничем таким не занимается, так что. Подивился он в туалет, или нет? Не подивился еще в туалет. Каже мама, подивися. Саша в туалете как там все. А он говорит, еще надо бочок подивиться. Есть там вода или нет? Еще не дай бог там вода, то мамка зробила все. Ну, там такой води не будет большой. Там он тебе сними эту крышку, сними. Там просто вимокать лучше тряпкой туда и там. Ну, да. Так и будет. Ходила на улице розет, а тут пришла, удила куртку. Ну, все по-крутому у тебя. Я удилася тут. Ты ходила только на улице в сиреневой кофте. Он, Танюхина. Понятно, бігла. Чи по месту. Так, на место это ставлю. Самка бутылку с хаты вынес. То, что мы воду наливаем. Все, я уже все справилась. Тортик сейчас с шоколадом залью. Пока свет. Сегодня нас так балуют. Так балуют. Смотрите. Без 20 и 10, а мы со светом. В честь день рождения Саши, наверное. А, ой, слава Богу, что ты сказала. Я думала, что ты не сказала до сих пор, что у нас сегодня... Здрасте. Я уже сказала сто раз. Я об этом не сказала. Уже об этом кричу, что у нас сегодня именинница. И все уже знают. Я сегодня рано утром сделала. Рано-рано, что она встала. Можа поддивиться. И поздравление уже, знаете, кем он. Много. Так что, мама мусор собранный. Думайте, что она уже в мусорке шукала. Вона выбрала, а я туди кинула бумажку. С этого. Ну, пергамент. Ага, я сейчас повикидаю. Мусор же сегодня. Использованный. Да, сегодня у нас мусор. Так, я думаю, что с той капусы? Чи вареників налепить? Кайдють. Наверное, вареники. Не могу ничего. Не, есть ты еще? Ну, вареники. Может, пирожки? Ну, и нафиг. Вареник, как хоть меньше тесто. Ну, короче, я сейчас буду думать. Пока свет есть. Сила гранат и маме понесла. Ой, не, я не буду, я не буду. Вот она с утра встала. Бодро, весело, вы видели. Все, хреняк пластом, пластом лежит и все. Ну, отнесла. Говорю, давай поешь, потому что цены годится. Ничего не буду, не буду. Ну, кто-то мне и пытает. Буду, вначале не буду. Мы сейчас тоже с Саникой пообедаем. Я вчера варила такое. Не то суп, не то борщ. Вот такое вот. Фух. Сейчас я, вот видите, сколько граната насыпала ей. Не буду и все. Я вам сейчас что-то покажу. Короче, я вам говорила, что Санька машину ремонтирует. Ну, детали я купила. До Тани ездила на авторынок. И он мастеру позвонил. По-моему, он сказал, от 600 гривен. Саня говорит, а ну его нафиг, я сам сделаю. И слышу, ребят, машина работает. Значит, если работает, значит, он ее завел. Уже можно. Мешки перетащили сюда, видите, с навозом. Санечек, зови, значит, нормалек, да? А что, иди сюда. Что? Ой, что, лужа якась. Боже, с керпо наливал. Только ничего не скажи, что там что-то куплять, потому что я больше не поеду. Что? Прокладка, походу, с подголовки, по теплу. Головку разбирать надо? Не надо головку. Прокладку не. Это серьезно. Надо, чтобы мастер сделал. Термоскат, да, термоскат нерабочий. Согласен. Нерабочий, да? Ну, это трохи подогрелась и прокладка. А что прокладка гонит? Масло? Нет, сосоль. А, так это опять сосоль такой дорогой, но и он нафиг. Так он, дивит, тебе оно тече рекой. А, ни хрена, бачите. Вот минус в чем, что мастер посмотрит и скажет, ага, у тебя тут еще поломано это. Не было поломано. Это же Саша так подивився. А не было поломано. Ну, а что ж оно? А потому что нагрелось все мото. О, короче, вот это, знаете, старое, посмотрите, что тут, это же солна водная, там, это он старый слибал. Я старый, потому что дождь. Старый он, этот еще. Да, пив канистры вылили. А почему ты смешивал старый с новым, Сань? Потому что старый нормальный. Ну, я вам скажу, ребята, вот эта фигня, она такая дорогая. Вот это и вот это. Дороже, чем детали стоят. Поэтому надо ремонтировать, чтобы оно не выбегало вот это на асфальт. Потому что это не годится. Просто был дождь большой, и он менял. Вот так вот этих старушек ремонтировать. Оно уже как пришло в негодно. Вон, воно кипит у тебя, Сань. Воно кипит, в смысле, с под прокладки выбивай. Бачите, пара иде. Ну, что, это серьезный ремонт. Не обойдется он без этого, без мастера. А я думала, вот хорошо сделал. Молодец. Нифига. Ой, так и пить вообще сильно. А не греется, не Сань? Эй, мы же можем сами посмотреть, греется, чи не греется. Вон. Нет, температура, видите, вот стоит нормально. Ну, если ехать, то начнет греться, конечно. Ну, я вам скажу, что вот это, что он заработал, получается, теперь надо все разбирать. Не, ну, по-новому изливать все и работать по-новому это все. Ну, термостат снимать не надо, а это да. Ну, мотор здесь, конечно, ни разу его нет, ни разу не ремонтировали. Все как есть, так и есть. Ну, мы же далеко не ездили. Машина не греется. Ой, он парует, да. Машина не греется, а вот так прокладка. Так ты же весь тасол опять вылежь на пол. Ну, тут знаете, как говорится, палка двух концов. Все уже выбираете вы сами. Ну, воно тогда уже мокрое было, Саня, как мы приехали, когда закипели. Там добрее мокрое было, где вот сейчас оно течет. Вот там. Ну, там работа, это только масса. Фу, как воняет. Представляете, что надо снять эту головку, вот и вверх. Это пив мотора тут раскрутит, чтобы... Да, ну, ждал до обеда. Да, конечно. А у тебя есть такие, у тебя нема таких проспособлений? Ну, да нема таких проспособлений. Ну, вот с того начнем. Ну, это работа посильней. Это не 600, это больше будет стоить, потому что там за... Вот сейчас вам покажу. За то, что слить, поменять тасол и вот это масло, и термостат, где он тут нафиг. Оно, почти красивенький, чистенький. Поменять. Вот я сказал, 600 гривен, вот 600, да, он сказал? Да. Ну, это подороже будет. Ну, тут уже без выхода. Бачите, думали, сэкономим, нифига. Не получается. Ну, то что, звонит, назначай свидание ему, хай. Охренеть, Боже. Ну, ничего. Ничего. Ну, все, если нас так... Скажи, идите вы в баню. Что ж вас не подводите, если вы... Сколько лет я вам отслужила правдой и всем. Скажите, что вот взять и просто уже на металлолом сдать. Так жалко. До ней так привыкаешь, ребят. Это как член семьи уже машина, честно. Ну, если до утра постоит, вистосол вытечет, конечно. Ну, что... Не везуха. Уже, гляньте, что поробила эта погода. А Людмила, что? Опять я тебе была. Боже, чё, это и не лень. Диви. Ну, и хай бы там уже стояла. Смотри, поковыряла улицу опять. Ох и Людмила. Ну, воно нифига, воно всюди в лужу сходи тут стоїть лужа. Не потече воно тут, дуже великий горб. Мне сегодня ночью проснилось, приезжаю из города, а у этого процепа нема. Пустота така, думаю, ну нифига себе. Коли это воно ковыряла дорогу, Сань? Это Людмила, че не? Ох ини. Ну, и хай стоїть там лужа. Что ей та лужа, Боже, меня даже не замечаю. Вона высохнет. Ладно. Ну, что, Санька приехал, мой. Яму роет. Роет яму. У нас сегодня прямо так со светом, слава Богу. Видите, он выбакивает яму и вываливает у тебя какашки. Вон они. Их видно, видите? Так, ну, и еще два мешка она приперла. Это вообще, не знаю, сколько земли. Потом там будет перегнивать. Надо было больше яму рыть. Видите? Пришел. Сейчас я немножко тише сделаю телевизор, ребята. Уже с другим человеком. Приехал. Машину отогнал. Сейчас расскажу. Как вы думаете, сколько, сказали, будет стоить ремонт? Оставят в гараже. Завтра они выходных. В понедельник после работы сказали, что вот берут прокладка. И отвери мне там заложки такие по бокам. Они просто прогнили. Ребята, держитесь. Три с половиной тысячи гривен. Представляете? Вот там вот такие вот машинки, которые начинают сыпаться. Жалко с ними расстаться. Но ремонт очень дорогой. Получается очень дорогой. Так что, помимо того, что я заплатила тысячу восемьсот за... Так это у меня же Танюха еще сделала скидку. Ну, я тоже говорила, может, надо было деталей, которые для ремонта поехать купить. Ну, мой Саша как Саша. Он не спросил. Я говорю, это понятно все. Ну, короче говоря, платить все равно придется. Потому что без машины, без этой никуда. На этой машине твоя грязь не поедешь. Эта машинка такая лесо-грибо-работочная. Так, пойду сейчас. Тесто уже замесила. Сделаю варенички на пару с капустой. Сегодня придет, может, Лена. Она работает в тортик. Ну, я говорю, приходи на чай. Ну, вы же понимаете, что чай, чай, ну, ну, на что-то, может быть, и какую-то закуску. У меня есть там колбаска, сырок есть. Есть холодец. Есть эти голубцы с картошкой. Есть капуста салат. Есть консервация. Я сделаю вареники с капустой. И нам достать не убудется. Никакого-то не пили, ничего. Просто, знаете, я смотрю вот на детей, как Саша. На устье приехали там к ней. А я говорю, Саша, у меня чем ты его шлачет? А я сказала, что у меня ничего нету. Я говорю, так как же, люди с дороги. Они с гаданской. Без проблем. Спустимся вниз, у нас есть там кафе перекусить. Нет, закажем еду домой. Я думаю, вот это так и надо. А то у нас, если какая-то гулянка, или кто-то едет с другого города, или что, боже, ты стоишь три дня, накрываешь вот эти столы, варишь вот эти борщи. Правильно. Нужно учиться молодежи. Потому что молодежь не дуракие. Они сейчас более европейские, более современные. Не самое главное, приехать, нажраться и задрать ноги, и лежать. Фух, вот это мы объелись. Надо учиться нам, наших детей, нашей молодежи. Так что, вставай, Аллочка. Саша, яму рыя для перепелиного навоза, а я для, буду готовить сейчас вкусные вареники. Каждая при своей работе. Мама лежит, ну, плохо, Саша, так резко стал ей, непонятно вообще. Такие скачки у нее. Но я думаю, что это с погодой связано. Все будет хорошо. Иначе не может быть.